всем привет потихонечку просыпаюсь от новогодней спячки с февраля где-то планирую уже входить в режим пока ковыряю оружие об этом будет в следующем ролике но пока первое о чем хотел бы поговорить в новом 2024 году это главное событие прошлого года прошедший в декабре чемпионат мира в таиланде по ружью как все знают российскую сборную до него не допустили но тем не менее есть информация который я хотел бы поделиться дело в том что так или иначе двое наших ребят один открытом классе второй в стандартном классе участвовали в этом чемпионате мира от других государств соответственно есть и видеозаписи и мнение насчет чемпионата мира прошедшего и собственно ссылочка оставлю в описании здоровенный фильм на три часа 40 минут который сделал наш уважаемый многократный чемпион россии сергей конов где записывал топовый сквот в стандартном классе немножко опана и так далее да то есть где можно посмотреть на то как стреляют сейчас лучшие стрелки мира да вот на данный момент времени ну и на основании этого видео плюс так или иначе я немножечко так или иначе принял участие в чемпионате мира с той точки зрения что я ездил осенью в казахстан и немножечко потренировала ребят из сборной казахстана мы на тот момент еще брифингов как таковых не видели поэтому мы действовали только в рамках каких-то предположений а что там может быть что-то угадали что-то нет но тем не менее сейчас продолжим именно про чемпионат и мои мысли по этому поводу когда появились брифинги мы с казахами их разбирали в онлайн формате и когда их первый раз увидел честно сказать я был жутко разочарован дело в том что я бывал на чемпионатах мира и в двенадцатого и пятнадцатом году и восемнадцатом году в италии и франции соответственно немножечко имею представление о том как это выглядит как это хорошо бы чтобы выглядел и как это не должно выглядеть и по тем брифингом которые мы увидели стало очевидно что это простейший с тактической точки зрения матч то есть не было ни одного пожалуй упражнения по брифингам где надо было задумываться хоть как-то о геймплане но максимальный выбор это идти направо или идти налево если упражнение плюс-минус симметричное на этом как бы все понятное дело что чем проще упражнения тем большую роль там играют какие-то мелкие технические моменты связанные со стойкой с уходом там какой ногой в какую сторону с какой мишени начинать обстрел позиции но тем не менее никаких абсолютно заморочек с точки зрения каких-то сложных геймпланов грибов или как были во франции например упражнения где просто здоровенная зона в которой ты можешь перемещаться как хочешь вокруг там 28 мишеней при этом с каждой позиции видно 20 штук и ты вот в процессе выполнения должен как-то решать куда тебе идти чтобы оптимальный был именно геймплан здесь такого не было то есть абсолютно линейное построение всех упражнений очень честно сказать напоминала что-то что у нас последнее время проходит брянске то есть перебежал группа тут там две на проходе тут щель тут щель тут порт ну в общем абсолютно все понятно также по количеству движек каких-то штрафных мишеней не было ничего такого сверхъестественного на чтобы стоило обратить внимание ну и последнее собственно то на чем мы ошиблись тогда с ребятами из казахстана это было практически полное отсутствие нестандартных стартовых положений ну по брифингам по крайней мере то есть практически везде оружие удерживается в руках ну или лежит на столе то есть это в общем-то не сказать что нестандартное положение то есть это на каждом матче у всех практически присутствует обычно чемпионатах мира есть какие-то положения типа мы держим там флаг ружье держится в слабой руке там в каком-то первом или втором положении или наоборот или ты стоишь задом к валу да то есть лицом к зрителям ну вот такие вещи плюс зачастую были какие-то положения где ты лежишь там на кровати тебе надо вскочить еще что-то ну там этого было в меньшей степени то есть это я был тоже крайней степени удивлен потому что вспоминая опять что же самую францию италию там ну наверно половина упражнений с матча они как-то были нестандартно просто а не просто как бы ружье у пояса ну и когда я посмотрел видео сергея конова многое встал на свои места все-таки до было там на чем подумать не в той степени что скажем так какой-то сложный геймплан но именно в плане очередности стрельбы плюс к этому оказались достаточно строгие бабки местами рабочие к слову этой было естественно не такая ситуация как в италии когда вообще было непонятно это стреляется в принципе или нет когда у людей там были по 16 бабок у топовых людей на матч там и так далее да здесь все таки было более-менее все разумно но тем не менее были и сказать по правде то что я видел на видео ну смотреть было не то чтобы прям вау потому что не было такой прям супер скоростной стрельбы потому что люди оставили достаточно тугие сужения для того чтобы обстреливать именно забавленные мишени штрафные и из-за этого падала динамика в целом то есть даже те серии которые можно было бы прям там пулеметить по красоте там конечно ребята подтормаживали именно из-за того что особь была недостаточно широкая но к слову из тех ребят которые стреляли я бы вам рекомендовал обратить внимание на американца брайана нельсона по скоростью он стрелял это классический пример так я бы сказал сравнил бы с нашим захаровым антоном потому что у нас тоже есть такой специалисты стулы по стрельбе с бешеным темпом но при этом тоже как бы как мы видим на видео увидите ли вы на видео например косячит он из-за этого в том числе достаточно сильно ну и если даже целый список накидал того что я скажем так отметил по видео именно на этом матче позиционная стрельба то есть мало где стреляется на проходе на все практически группы ограничены какими-то портами щелями или с положениями именно где ты обязан стоять с точки очень мало стрельбы в движении по большому счету максимум что там получал делать у ребят это стрельба на входе и на выходе с позиции то есть очень немного там было именно стрельбы в движении что отличает это от наших матчей там были маленькие тарелки то есть у нас тарелки 15 на 20 у них были тарелки 15 на 15 и при этом они стояли за металлическими ограждениями это примерно так же как было во франции то есть стоит тарелка на высокой стойке, а для того, чтобы при попадании в стойку тарелка не падала, перед мишенью стоит еще металлическая такая защита. Проблема заключается в том, что если эту защиту не красить после каждого стрелка, у стреляющего зачастую возникает ситуация, когда он не понимает, попал на мишень или нет, потому что стоит некая серая фигня. И в той же самой Франции в нашем скводе было пару человек, которые прям застреливались потом наглухо там по 5-6 выстрелов в эту стоящую защиту, потому что думали, что это тарелка. То есть в этом плане есть некоторая специфика, но опять же, да, помня Францию, ты привыкаешь к этому за первый день и в общем-то глобальной проблемы это нет, хотя по-хорошему, конечно, надо что-то подобное тренировать. Также, что отличало от наших матчей, это то, что там были все попперы, падающие вперед. То есть если у нас поппер падает просто, как обычно, назад, то здесь он не рикошетит, а, скажем так, отклоняется назад и падает вперед. Соответственно, опять же, мне кажется, вопрос привычки это один день, но тем не менее, получалось, что попперы падают некоторым другим путем. То есть, опять же, некоторые усложнения относительно, ну, скажем так, тех, кто привык стрелять в России или по классическим падающим попперам. Были несколько нестандартных движек, то есть не просто свингеры, да, или там свингеры с разной высотой держателей под керамику. Были, в том числе, качающиеся вот такого рода свингеры. Более того, не просто качающиеся, а еще едущие за заграждением. Ну, не сказать, что она прям какая-то суперсложная движка, но просто нестандартная. Я так думаю, что никто такие движки не стрелял. Тут были все в равных условиях. По большому счету были и те, кто их хорошо попадали, и были те, кто их мазали, так же, как и обычные свингеры. Было несколько рабочих бонусных тарелок. Да, как и во Франции в той же самой, практически никто не стрелял. Угонные мишени, которые достаточно быстро летят из-за головы и очень быстро врезаются в вал. То есть, у вас очень небольшой промежуток времени, когда вы их можете поразить. Но были тарелки, которые летели как бы чуть-чуть сбоку, и их, в принципе, можно было поражать. Изначально, я когда смотрел брифинги, мне казалось, что надо просто не стрелять эти бонусы. То есть, в принципе, да, они там были рабочие, их можно было стрелять. Был активатор лазером. То есть, не просто обычные вот эти активаторы попером, или активаторы, открывающиеся дверью, или нажимающаяся платформа. Это мы все уже видели и на европейских матчах, и на наших матчах. Это как бы ничего такого. А вот активация лазером, это когда ты проходишь через некий луч, и у тебя активируется движка такой, я видел впервые. Ну, опять же, было что-то аналогичное в нашем случае, когда мы просто проходили через тросик. По большому счету, разницы, на мой взгляд, нет. То есть, это просто фишка матча. Ну, ребята захотели, вот так вот выпендрились. Да, и были тяжелые дальние тарелки и движки. У нас давно такого, мне кажется, не ставят. То есть, тарелки на 20 с лишним метров металлические, при том, что они 15 на 15 достаточно толстые. Опять же, мне кажется, под эти тарелки ребятам приходилось ставить какие-то более тугие сужения. И было пару упражнений с очень дальними железными движками. И у многих, даже у топовых стрелков, они не падали с первого раза. То есть, их приходилось прямо акцентированно поражать с каким-то сужением. Честно сказать, я не очень знаю, как это так было построено, потому что что-то мне говорит о том, что с обычного цилиндра при тестировании такой мишени она не упадет. Ну, про строгие бабки я сказал, про нестандартные старты тоже. А, ну и, собственно, то, что меня... Ну, не то чтобы удивило, опять же, такие матчи бывают, но мне кажется, что это бред сивой кобылы. Это на каждом упражнении стрелок принудительно стоял с ружьем в передний вал. То есть, ты не мог стоять с ружьем направленным на первую мишень, ты обязательно стоял с ружьем в вал. То есть, по-хорошему, если, конечно, о таких ситуациях знать, это надо тренировать. Потому что вскидка тогда у тебя идет не по классике, а она идет все время в какую-то сторону. Либо вправо, либо влево. Это, ну, скажем так, если у тебя элемент нетренированный, много будешь на этом терять на каждом упражнении. Поэтому, конечно, на будущее такие вещи тоже надо тренировать. Я, скажу честно, этого не делал никогда, не считал нужно. Потому что на наших матчах и на многих европейских, где я был, такой ебанины, как правило, не было. Ну, в общем целом, конечно, там много еще мелких нюансов, но я не думаю, что вам, как зрителю, это будет интересно. Если захотите, посмотрите видео. Да, долгое, но для фанатов прям самый сок отличненько. Что касается технической части. На каждом чемпионате мира, как правило, возникает ситуация, когда ты туда приходишь, а там фигак, что-то новенькое. То есть какие-то новые изобретения, технические решения, которые дают преимущество некоторым стрелкам, и все после этого на следующий год буквально уже со всеми этими техническими решениями ходят. Здесь я бы сказал, что таких не было. Ничего, никакой революции не произошло. Ну, единственное, что так можно было бы заметить, это очередной раз тайцы придумали какую-то мега зарядку для трубчатого опена. Когда у тебя просто трубка подпружинена, из кнопки она у тебя заряжает патроны в магазин. Но, опять же, поскольку трубчатый опен стреляет только в Таиланде, абсолютно, в общем-то, пофигу. Соответственно, что я себе выписал? В общем целом, как и на всех предыдущих чемпионатах, Беретта и Бенелли примерно поровну были распределены именно в трубчатых классах, как и победители. Собственно, ну, немножечко спойлерю, я об этом буду рассказывать позже. Пилтаковский выиграл модифайт с Береттой, а в стандарте выиграл бразилец с Бенелли. Ну, опять же, помпу, естественно, выиграл Бенелли, там ничего другого нет. Открытый класс, были и российские ружья, были американские Диссидент Армс, и была куча турков. Собственно, первые места все равно заняли ребята с випрями или, скажем так, с калашоидами. Опять же, да, особых изменений по тюнингу не было в оружии. То есть нет ничего такого, кроме как были телескопы, допустим, в 2018 году. Ничего такого сверхъестественного нового не придумали на трубчатых ружьях. И то, что я заметил, никто практически из топовых стрелков, которые были на видео, не использовали Кенни Лоток, кроме, собственно, самого Джорджа Кенни. Ну, о многом говорит, да. У меня на канале были ролики по поводу этого изобретения. Он очень ненадежен, поэтому все вот эти преимущества по зарядке с третьего положения, которые он дает, они не то что нивелируются, они аннигилируются теми косяками, которые за собой он ведет, собственно. Единственный, кто им пользовался, это непосредственно и продавец, и разработчик этих девайсов. Также интересный был момент, то, что многие топовые стрелки, и, собственно, бразилец, который выиграл стандарт, они использовали обычные трубчатые магазины, никакие не телескопы. Собственно, Брайан Нельсон, американец, который был в пятерке, он, Лена Мичелек, они все использовали обычные трубчатые магазины, старые формации, те, которыми мы пользовались до 2015 года. Не до 2015, а до 2018 года. В 2015 году избрели вот эти вот пояса с магнитами. Да, я уже путаюсь. Ну и, собственно, по поводу результатов и того, что я увидел в плане именно стрельбы топов на этом матче. Сразу же скажу о результатах. В стандарте выиграл доселе неизвестный бразилец, молодой. Второе место у, опять же, молодого дарования из Финляндии. Третье место Джош Кенни, который долгое время шел, насколько я понимаю, впереди, но на последние пару дней подсдал и подслился. Собственно, это помешало ему и в прошлый раз, в 2018 году, когда он претендовал на чемпионство, но при этом не смог справиться, скажем так, с психологической нагрузкой. Здесь у него получилось получше, но не сказать, что тоже топово. В модифицированном классе выиграл Райна Пилтокоски. Собственно, Зубр практической стрельбы уже, Синьор, ему уже сейчас 52, по-моему, или что-то около того. Второе место занял Сами Хаутамаки, который долгое время в модифицированном классе на подиуме, по-моему, и в 2012 году, и в 2015 году, и в 2018 году был в тройке, но ни разу не выигрывал. Собственно, кореш Райна Пилтокоски, с которым они там дружат. И третье место занял Грек, я забыл, как его фамилия, она очень сложная, но не суть, с гигантским отставанием. Забегая вперед, скажу, что в комбинированном зачете, когда считаются все классы вместе, всех перестрелял именно Пилтокоски, и второе место занял также представитель модифицированного класса Сами Хаутамаки. Собственно, это феерия. Никогда до этого на чемпионатах мира такой ситуации не происходило. Да, в 2015 году Визоли был третьим в комбайновой роли, будучи в стандарте. Это уже был фурор. В 2018 году второе место занял Те Муринтала в модифицированном классе. Но, заметьте, до этого все равно всегда первое место занимал Стрелок открытого класса. В этом году так не получилось. Первые два места были за Стрелками модифицированного класса, при этом с гигантским отрывом в 6 с лишним процентов. Это не просто доминация, чтобы вы понимали 6 с лишним процентов на чемпионате мира, это разгром. И, собственно, об этом я коснусь чуть-чуть позже. В открытом классе первое место за Скоттом Грином, за американцем, который в 2018 году был первым в дуэлке и восьмым в общем зачете. Второе место занял некий поляк, о котором никто никогда не слышал, ну, по крайней мере, из наших. Ну, и третье место занял наш Турок, Вова Суботин. Естественно, он рассчитывал на лучший результат, но, тем не менее, что получилось, то получилось. Третье место. Турок, Вова Суботин. Собственно, видео, как стреляет бразилец, практически нет. В основном видео, где стреляют именно сборные Финляндии и Джош Кенни. Но, что я могу сказать? Они делали огромное количество косяков, при этом, казалось бы, которые стрелки такого уровня делать не должны. Я прямо вот записал себе списком. У финнов, у всех, ну, у них есть такая прям практика, что они пытаются придумать очень интересный какой-то геймплан, который позволит жутко выиграть. Если во Франции это прокатывало, потому что там действительно были вариации на эту тему, здесь такого не было. И там получалась ситуация, что Караилова приводит к Попадалову. То есть, они пытались что-то где-то выкроить, но потом получали дострелы и, в общем-то, не сыгрывал их вот этот вот геймплан. Никто, кроме чемпиона мира по карабину Ярка Лауки, не умеет стрелять в пулю лёжа. Все стреляли, если вы посмотрите на видео, перемещаясь лёжа с левой мишени на правую. Если бы стреляли карабин, точно знали, что это так не работает. Всегда надо начинать с правой мишени и переходить в левую сторону. В этом случае это сильно проще, сильно понятнее. И, ну, если кто-то работал с сошками, очень хорошо меня понимает, почему. Очень много торопык. То есть, народ прям видно, что нервничал, торопился. Тот же Лепанин, он там на коротких упражнениях давал по шесть дострелов. То есть, это, ну, абсолютная феерия. То есть, ну, это уровень стрельбы, я не знаю, перворазрядника, по большому счёту. Да, понятное дело, что там были у него и звёздные прохождения. Но вот такая вот синусоида результатов никогда не даёт чемпионского какого-то по-настоящему результату. Простейшие ошибки были с зарядкой из третьего положения у людей, с второго положения. Собственно, занявший второе место молодое финское одарование. Дважды на матче задевал кнопку затворной задержки. И у него происходила двойная подача. Притом то, с какой скоростью он эту задержку устранял, говорит о том, что это у него явно не первый раз. На тренировках у него тоже это постоянно происходит. Я за всю свою карьеру задевал эту кнопку, ну, блин, ну, типа два раза вообще. А он тут за матч за один. Ну, то есть, это очень странно для стрелка такого уровня. Очень удивила меня ситуация, когда на упражнении с тяжёлыми дальними движками, где надо было перекладываться на левую руку по-хорошему, все пытались стрелять с правого плеча с выпадением. И из суперзвёздного сквода там три или четыре человека просто на этом обосрались. Ну, прям вот по полной программе. То есть, я не знаю, сколько они там себе попривозили, там по четыре, по пять, по семь секунд. Нонсенс полный. То есть, почему не могли переложиться на левую, что они там пытались выкрыть? Неужели этого не было видно на ознакомлении, что упражнение специально подстроено под левую руку? Ну, в общем, чёрт его знает. У народа мясы на пуле по бумаге, по картону на 40 метров. То есть, это, ну, тоже какая-то бредятина. То есть, если кто-то представляет из себя размер картонной мишени, да, ну, да, хорошо, она там чуть-чуть закрыта штрафной. Но, опять же, чуть-чуть там ничего такого сверхъестественного нет. Ну, опять же, из-за того, что народ торопится достреливать. Ну, и, собственно, обратив на это всё внимание, я совершенно вижу, где Пилтаковский всем он напривозил. Потому что, если у него этих косяков было в меньшем количестве, ну, этого было вполне достаточно, чтобы был такой разрыв. Ну, не говоря о естественных преимуществах модифицированного класса, типа 14 патронов на старте, которые много где дают лучшую вариативность по геймпланированию, да, на каких-то средних упражнениях вообще можно не дозаряжаться. Но это, на самом деле, в любом случае преимущество, которое даёт, ещё раз говорю, от 3 до 5 процентов в максимуме. И то в зависимости от матча. Ну, и последнее, на чём я хотел бы остановиться, это то, что сделал, собственно, и Сергей Саныч в конце ролика, который я оставил, ссылочка в описании. Это предположение на предмет того, где бы были мы в случае, если мы бы участвовали как сборная России в этом матче. Со многим я согласен, но с чем я категорически не согласен, это с тем, как он рассуждает о том, что всех перестрелял Пилтокоски, и что у всех вот такие результаты, и мы бы там везде были. Не совсем так. Поскольку я общаюсь с Райном, и мы с ним достаточно плотно знакомы, я могу вам рассказать и почему у него тюнинг такой на оружии, да, почему это рукоятка, это никак не связано с тем, что так удобно стреляется, это связано с тем, что у него рука переломана, и он банально в обычном режиме не может вот так вот перевернуть под зарядку руку, поэтому ему приходится держать вот эту рукоятку, собственно, это вынужденная мера, ничего не, никак не мера, которая позволяет ему как-то лучше контролировать оружие, да, то же самое и карабины касается. Ну а, собственно, то, что он всем столько привез, это просто потому, что он может. Я с ним стрелял в одном скводе на чемпионате мира в 2018 году, и могу вам сказать, что все, что он там проиграл, он проиграл за счет пули, он проиграл за счет плохой зарядки, в модифицированном классе все эти проблемы у него решились. Зарядки сильно меньше, коллиматорный прицел дает ему нормально целиться, потому что у него со зрением беда, он уже обычную мушку с планкой не видит, все-таки человек там и не молодой, уже очень много стреляет, у него уже поехало там и здоровье на эту тему, но он прям по-хорошему такой трахнутый товарищ, что подготовился и показал тот результат, который, собственно, он может. Кто не знал, до этого на чемпионате Финляндии он тоже всех перестрелял в модифицированном классе, и открытый класс, и стандартный, и все остальные, поэтому тот факт, что он всем там напривозил чуть ли не 10%, это просто говорит об уровне конкретного человека, и это никак не связано с тем, что из-за этого у всех там вот такой низкий процент, то есть это не связано с тем, что люди так упал уровень стрельбы в целом, нет, это просто Райна такой крутой, вот серьезно, да, а Сэмми с ним как бы был в паре, в тандеме на подготовке, и тоже очень хорошо подготовился к этому чемпионату. И, собственно, далее я все-таки расскажу, где бы мы, наверное, были. Если говорить про стандартный класс. Я об этом еще не говорил, но Паша Орлов, который стрелял там за Объединенные Арабские Эмираты, он стал шестым, по-моему, или пятым. Ехал он туда, естественно, рассчитывая на призовую тройку, но, опять же, как мне сказал и он сам, немножечко его подвел, во-первых, стиль матча, где нельзя по упражнению так плыть, да, как, ну, и мы с ним похоже стреляем, когда мы, ну, любим так проходить все в движении, все на таком вот равномерном исполнении. Там надо было именно рвать от позиции к позиции, и у него это получается не очень хорошо, плюс немножечко подвела все-таки голова, нервничал он. Но при этом выиграл дуэль, к слову, посмотрите в обязательном порядке ролик Сергея Саныча, он об этом рассказывает, показывает, вся дуэль снята, все раунды, и там все это очень хорошо видно. Паша лидер нашей сборной, и, в принципе, я бы сказал так, что, естественно, финская сборная, она непререкаемый авторитет, то есть она, естественно, была бы в любом случае первой, но это второе место вполне могли наши ребята бы занять, потому что британцы, они подпровалились немножечко, собственно, кроме Джоша Кенни, там никто особо результат не показал, судя по результатам. Американцы тоже, то есть у них была не такая сильная сборная, как в прошлый раз, то есть, да, Брайан Эльсон там был, но он, в общем-то, был единственным, кто как-то там прям хорошо стрельнул, то есть по-хорошему, если сборную нашу представлять в составе Конов, Орлов, Плаксин, ну и, например, Егор Демьянов, я бы сказал, что это достаточно опытная, достаточно такая надежная сборная для того, чтобы, ну, вторыми быть точно. В помповом классе, вот с чем я категорически, опять же, не согласен, что приводит Сергей Саныч, это то, чтобы мы там были полностью в тройке. Нет, никто бы там не был полностью в тройке, Яка Виттала вы никуда там не денете из этой тройки, в любом случае, а, скорее всего, он бы там был на первом месте все-таки, как мне кажется. Опять же, то, что там у Яка Виттала от Пилтаковского 77%, ну, опять же, да, это связано не с тем, что Яка плохо стрельнул, а просто настолько хорошо стрельнул Райна. Открытый класс. С открытым классом тут все проще. Как мне сказал Вова, Субботин, который занял третье место, он жестко провалился, сам собой недоволен, мог бы сильно лучше. Ну и, собственно, мое мнение соответствует тут мнению Сергея Саныча, что наша сборная заняла бы, ну, все три места с достаточно большой долей вероятности, ну, естественно, она бы в любом случае была бы первой в командном зачете. Ну, а модифицированный класс, это интересно. Мне многие писали в прошлом году и позапрошлом году о том, как спрогрессировали греки. И я, наверное, соглашусь сейчас, судя по результатам, несмотря на то, что у первого грека там 10% от Пилтаковского, опять же, это объясняется не тем, что они плохо стреляли. И греки достаточно плотно там где-то первой, второй десятки, то есть, если финны по-любому первые, то вот с греками нам бы пришлось очень сильно бодаться. То есть, если, скажем, на заход там в тройку, я бы, наверное, все-таки рассчитывал, ну, по крайней мере, для себя, да, то есть я бы смог так подготовиться. Понятное дело, что вряд ли я бы перестрелял финнов, но там третьим, скорее всего, я бы смог стать. И я так думаю, да, потому что опять же опыт уже определенный есть, как с этим психологически справляться есть, плюс там 21-22 год я был на очень неплохой форме, и я думаю, что если бы я ее поддерживал, все было бы паучком. Но с точки зрения именно сборной, мы бы пободались с греками, наверное, прям, ну, пободались, да, не факт, что победили, но на тройку мы бы, наверное, могли рассчитывать, скорее всего. Потому что та сборная, которая бы была в случае, если бы нас не забанили в 22-м году, ну, это не совсем та сборная, которая есть сейчас, потому что перестали стрелять многие ребята из-за этого, и по-хорошему единственное, на что они рассчитывали, это на именно попадание на чемпионат мира. Как только это все отменилось, ребята стрелять перестали, и на этом, скажем так, качество нашей сборной именно в модифицированном классе сильно упало. Что касается наших ребят. Они прям супер молодцы. Мотивация совершенно дикая. Я примерно предполагаю, сколько им это стоило, как финансово, так и с точки зрения каких-то душевных, эмоциональных сил, потому что до конца не понимаешь, получится, не получится, попадешь, не попадешь, как там с оружием быть, как там в принципе находиться в этой атмосфере, не всегда дружелюбный, да. Собственно, посмотрите, опять же говорю, ролик Сергея Саныча, когда Паша выигрывает дуэль, кто там на заднем фоне как говорит, да. Собственно, действительно были люди, которые там смотрели косо, показывали пальцем, но опять же, как говорит Паша, большая часть народу, весь азиатский сектор был за них, все за них болели, совершенно все было нормально. Поэтому, типа того, что можно ездить, спокойно совершенно, не переживая по поводу. Вот такое мое, как бы, мнение о прошедшем чемпионате мира. Мне очень жаль, что я туда не попал, безусловно, но я, наверное, не смог бы два года своей жизни посвятить накачке себя как там в форме, так и по каким-то опциям по выезду и по оружию, потому что мы это все проходили в 18-м году, когда ехали во Францию, когда мы со сложностями вывозили пушки, я там ее переоформлял в Беларусь, одну из ружей, потом у меня были проблемы там с выездом отсюда, уже мои собственные. В общем, это очень сильно влияет на кукуху, и в спорте, где голова очень сильно влияет на конечный результат, наверное, не показал бы я прям какой-то лучший результат, ну а ребята прям, конечно, супер молодцы. Естественно, это не совсем может быть то, на что они рассчитывали, оба максималисты, но я их прям категорически поздравляю и просто преклоняю колено. На этом все, далее у нас будет технический выпуск про пушку, пока!